добрый день друзья с вами олег российский и я приглашаю вас на тренинг йога голоса пробуждение силы 2 так я его назвал и в первую очередь я конечно хотел бы пригласить людей тех которые уже были у нас на живых тренингах или на регулярных занятиях может быть на выездных программах каких-то может быть даже давно когда-то потому что для вас то будет расширение в теме это будет гораздо больше объем другой уровень скажем так переживаний и того что вот происходит событийности внутренней могу сказать что это будет мощно очень мощно но естественно настолько мощно насколько вы сможете себе позволить поскольку у нас всегда действует железное правило никто никого ни к чему не принуждает и каждый делает практику настолько насколько может ее делать насколько может себе позволить в ней раскрыться и так далее однако даже если вы никогда не были на наших тренингах вы все равно можете прийти и тоже получить очень много полезного в любом случае на каждом тренинге в начале у нас практики мягкие практики раскрытия голоса то есть то что позволяет звучать легко свободно без напряжения то есть да и с удовольствием ну и стало быть долго и приносит радость и удовольствие в итоге чему посвящен этот тренинг вот в описании тренинга там много таких вещей которые вроде бы не очень сильно связаны с голосом голосовой ли это тренинг он практически на сто процентов голосовой потому что мы практически везде звучим даже в сессии холотропного дыхания которая включена в этот раз в один из дней тренинга там все равно тоже подразумевается звучание хотя но забегая вперед скажу что все сессии холотропного дыхания звучание прям не обязательно она может быть если она необходима если она является каким-то вот нам ситуации в данный момент времени которая хочет проявиться через звук и тогда естественно мы позволяем себе это сделать настолько насколько нужно нам этот тренинг посвящен именно работе с энергетикой что касается голоса потому что энергетика проявляется в жизни совершенно разным способом я думаю не нужно объяснять зачем кому-то нужна энергия в жизни вот и я бы даже сказал немножко по-другому не то количество энергии которое мы запасаем определяет нашу жизнь то количество которое мы можем пропускать через себя то есть наша пропускная способность да у каждого есть какой-то биологический аккумулятор здесь речь идет о той энергии когда мы подключаемся к источнику бесперебойного питания энергия вокруг нас она в нас она проходит через нас это постоянный круговорот это не какой-то но застойное явление это постоянное движение и если мы способны пропускать какой-то небольшой поток у нас соответственно и жизнь вот такая будет то есть она будет менее наполненная менее яркая там более тусклой может быть может быть не очень радостной и так далее соответственно чем больше энергии тем она больше насыщена тем больше вот такая вот включенность в жизнь идет и больше сцепление жили с жизнью это что касается вообще а если вот конкретно по голосу да то есть отношение энергии и голоса то энергия это именно то что строит голос то есть то что проявляется через голос голос это всего лишь bridge то есть мост это всего лишь проводник это трансмиттер энергия проявляется через него потому что ну по моему глубокому убеждению и опыту голос это то что может влиять на реальность то что может изменять реальности прежде всего свою то есть когда мы меняем свою реальность когда мы меняем алгоритмы по которым мы живем, то есть бессознательные алгоритмы, которые управляют нашей жизнью, это начинает как-то влиять на тело обстоятельств, на окружающую жизнь, она меняется. И голос способен это делать. И для того, чтобы он это делал, он должен нести какое-то послание. Он должен быть заряжен. Потому что если там нет энергии, голос становится просто вибрацией, которая ничего не значит, которая представляет собой просто пустую форму. А энергия — это именно то, что его наполняет. Это наши переживания, это разные миллионы ситуаций, которые внутри нас происходят и которые могут быть проявлены через звук. Какое-то состояние или какую-то суть каких-то вещей, которые мы хотим донести до другого человека. Потому что управлять голосом, я уже говорил, это управлять своими состояниями, а если говорим про управление другими, то для того, чтобы нас услышали, нам нужно в свое послание заложить именно то, что должны услышать, а не нечто другое. Часто происходит наоборот. Часто происходит какое-то расхождение между внешней формой звука и его внутренним содержанием. То есть слова вроде бы, ты слышишь слова об одном, а чувствуешь совершенно другое. И это сплошь и рядом происходит. И если говорить про энергию в контексте вот именно занятий голосом, то это для меня вообще первостепенная вещь. И сила, и мощность голоса, она зависит именно от энергии. Именно его влиятельная мощность. Не столько по громкости, хотя громкость тоже от нее зависит. Теперь что будет у нас на тренинге? Это будет такое глубокое-глубокое погружение для того, чтобы, как я описал в описании, вынурнуть потом в новой реальности. Ну в новой реальности в хорошем смысле этого слова, конечно же. У нас будут мягкие практики раскрытия голоса вначале, естественно. Если вы были у нас давно, вы все вспомните, потому что тело помнит все. И мы быстро снова войдем в этот поток, этой легкой радости звучания. Далее у нас будет работа с психофизическими блоками. Тренинги – это практики, которые помогают как раз расслабить те блоки и зажимы, чтобы усилить течение постепенно, причем очень мягко усилить течение энергии через нас. И таким образом усилить нашу жизнь. Ну, в общем-то, по-другому и не скажешь. Так оно и есть, по сути. Далее у нас на тренинге будет сессия холотропного дыхания. Если вы даже никогда не участвовали в этой практике, будет подробное вводное, и будет понятно, что и как делать. Там, на самом деле, инструкции достаточно простые. Рассказывать что-то подробное я не вижу смысла, потому что информация об этой практике море, она существует достаточно давно. Автор ее – это Станислав Гров, один из основателей трансперсональной психологии. Отмечу лишь буквально пару моментов. Во-первых, это само по себе путешествие внутри нашего двухдневного путешествия. И второе – это тоже работа с блоками. Это тоже работа по освобождению энергии. Только ее уровень еще может пойти глубже, чем вот та предыдущая работа с блоками, про которую я упоминал уже, да, которую мы будем делать до этого. И эта практика позволяет навести некий мост и черпать силу уже не только из собственной биографии, то есть не только из собственной личной истории, а также из истории рода и вообще из истории всего человечества. Но это, если так, упростить в общем и целом. В контексте работы с голосом дыхание является сильнейшей практикой, которая освобождает энергию. То есть эффект после дыхания на то, как происходит процесс звучания, он очень сильно заметен, я вам скажу. Поэтому мы включили эту практику в этот семинар. На следующий день у нас будет дыхание, движение, звук. У нас будет такая прекрасная гармонизирующая практика по даосским целительным звукам в нашем варианте исполнения. Будет работа, еще будет модуль работы с подавленной агрессией. Это очень весело, я вам сразу скажу. Несмотря на такое название, работа с подавленной злостью, с подавленной агрессией, само ее техническое выполнение делается легко. Вот, приходите, увидите. И даже в таком исполнении все равно мы можем какие-то из недр себя, какие-то прям сокровища энергии подчерпнуть в таком подходе к работе с агрессией. Будет замечательная практика исцеления имени, психотерапевтическая техника, очень простая, автором которой является наш друг, ну, наверное, подруга, потому что она женщина, Мишель Аверард из Испании. Это она автор этой практики. Сильнейшая практика. Она помогает разотождествиться с негативными ассоциациями, которые у каждого человека могут быть связаны с собственным именем. А имя – это самый сильный звук для человека. Он моментально поднимает огромное количество информации, связанное вот конкретно именно с этим именем этого человека, когда его или ее окликают по имени практически каждый раз. Исцеление, суть заключается в том, что ассоциация, вот эта вот негативная, которая там, может быть, процесс вот так выглядит, она как бы разотождествляется или, ну, если по-простому, отклипает от энергетического заряда. И энергия уходит в какое-то свободное обращение, возвращается в систему, а какие-то ассоциации становятся просто информацией, которые уже не цепляют. А в том случае, когда имя у человека и так ресурсное, то эта практика, она только еще это подчеркивает и дает еще больше поддержки. Сама по себе тоже такая вот очень драйвовая. Вот. И потом у нас будет особая дыхательная сессия. Это уже не холотропное дыхание. Это уже особая дыхательная сессия очищения сердечного пространства, которая переходит в интуитивное пение. И потом все это завершается интегрирующим звуковым путешествием под звуки голоса, обертонного пения, этнических инструментов, флейт, там, может быть, тибетских поющих чаш и так далее. Вот. И, собственно говоря, после этого мы выныриваем. Так что, если вам это все как-то отрезонировало, как-то интересно, приходите. Я приглашаю вас в это трансформационное путешествие, в этот действительно поход за силой, который может быть очень мощным. Ну, это, опять же, зависит от вас, насколько вы сами готовы будете в это пойти. Некоторая смелость потребуется, но не более. Еще удобная одежда для занятий. Так что, приходите, жду вас и до встречи на семинаре. Пока.